Эту бурю сложно увидеть, но можно ощутить. Геомагнитная обстановка вновь сулит мощные колебания в магнитном поле Земли. По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в самом начале марта мощность колебаний в магнитном поле нашей планеты составит 5 баллов из 10 возможных. Тенденция идет с февраля, на протяжении которого мощные порывы солнечного ветра не раз обрушивались на Землю. Существует солнечный ветер. Это потоки солнечной плазмы, которые двигаются с большой скоростью и могут срезаться в нашу магнитосферу. Когда ожидаются в нашу магнитосферу, они приводят к ее колебаниям и меняют магнитное поле на Земле. Это приводит к небольшим магнитным штормам. В то же время на Солнце существуют солнечные вспышки, во время которых могут произойти кардинальные выбросы массы. Кардинальный выброс массы – это такое событие, при котором миллиарды тонн плазмы выбрасываются в космос со скоростями тысяч метров в секунду. И может так случиться, что этот кардинальный выброс будет направлен в сторону нашей Земли. Пробуждение светила однозначно влияет на спутники, космические корабли и летающие высоко в атмосфере самолеты. А вот четкой позиции касательно связи космической погоды и здоровья – нет. Метеозависимость официально не признана медицинским сообществом как болезнь и не включена в список международной классификации болезней, принятой Всемирной организацией здравоохранения. Однако часть специалистов считает, что основная причина симптоматики связана с последствиями геоштормов. Резким изменением температуры воздуха, перепадами атмосферного давления, а также уровня влажности окружающей среды. Чаще всего метеочувствителем являются люди с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Изменение атмосферного давления, которое происходит при магнитных горях, приводит к изменению тонуса сосудистой стенки, что может приводить, в свою очередь, к таким симптомам, как колебания артериального давления, головная боль, голокружение, бессонница. Если вы относитесь к этой категории, то справиться с метеозависимостью, выпив волшебную таблетку, нельзя. Помогите себе внимательным отношением к уже имеющимся хроническим болезням. Не пытайтесь заранее предупредить чувствительность организма к метеопогоде. Купируйте симптомы только в соответствии с их локализацией. Мария Левина, Ольга Хомраколова, Константин Головин, Николай Епифанов. События.